Добрый день, друзья! Сегодня с нами вновь применение оружия. С самого своего появления эта рубрика стала наиболее популярной на канале, лидируя по количеству просмотров и ваших комментариев, и мы догадываемся почему. Выходящие ролики, помимо прочего, смотрят как те, кто так или иначе связан с оружием, так и просто увлечённые энтузиасты. Именно поэтому в комментариях нередко появляются интересные, пугающие, вызывающие удивление или дискуссию сообщения, но в любом случае именно они показывают, на что вы обращаете внимание. Разделяя ваш интерес, мы периодически рекомендуем вам видеоигры и ресурсы, посвящённые оружию и тактике обращения с ним. Впрочем, абсолютный рекордсмен по просмотрам на прополись намекает, что не все ваши интересы сконцентрированы на суше, и среди наших зрителей довольно много любителей калибра побольше. Возможно, многие из вас уже играли в World of Warships, интересный гибрид шутера и стратегии, дающий каждому возможность почувствовать себя командиром военного корабля. Создатели игры постарались найти оптимальный баланс симуляции, при этом для погружения в неё не потребуются тонны обучающей литературы и долгие часы подготовки. Попробуйте что-то новое, в отличие от частой тактики «Стреляй и беги», ведь взяв под управление огромных размеров корабль, придётся больше задумываться о последствиях своих действий. Повернув не туда, спрятаться и выгадать более удачный момент получится далеко не всегда, ну а вражеские торпеды не ждут. Собери отряд из единомышленников, разделяющих общее представление о тактике, либо наоборот, команду энтузиастов, готовых спорить, пробовать и учиться вместе с тобой. В виртуальном море нельзя получить обморожение, но вот отлично провести время с друзьями по интересу и найти новых вполне реально. World of Warships предлагает сотни эсминцев, линкоров, крейсеров и авианосцев, воссозданных под чертишем кораблестроителей самых разных стран. Реальные участники морских сражений обеих мировых войн и даже нереализованные проекты. Выбрать свой штурвал сможет как любитель истории флота, так и тот, кто просто хочет интересно провести пару часов после напряжённого рабочего дня. Играть в World of Warships можно совершенно бесплатно и даже наоборот получая бонусы. Регистрируйтесь по ссылке в описании, играйте на флот.ру и забирайте впечатляющий набор подарков. Американский крейсер Сент-Луис и немецкий Эмдон. Неделю премиума, две сотни дублонов, два с половиной миллиона серебра и крутые камуфляжи. Ну а нам пора на берег. Исходим мы на него в Лос-Анджелесе. Казалось бы, что мы только не рассказывали вам об этом городе, но в нём всегда найдётся что-то интересное. Хотя для огромного мегаполиса это неудивительно. Порт Лос-Анджелеса – гавань с наибольшим западным полушарием грузооборотом. И крупнейший по этому показателю логистический узел США. Так или иначе, им обеспечивается трудоустройство более чем полумиллиона жителей и агломерации. Помимо грузовой составляющей, в порту функционирует всемирный круизный центр Лос-Анджелеса, через который ежегодно проходит более миллиона пассажиров. А для тех, кто только прибыл в Алай-Морьем, или наоборот решил найти что-то примечательное вдали от Голливудских холмов, по соседству расположился военно-морской музей на борту линкора USS Айова, прибывший сюда на вечную стоянку в 2012-м. Построенный к 1943 году на деньги супруги вице-президента США Генри Уоллеса, линейный корабль стал частью американской истории. Помимо боевых задач, стоящих перед его командой во время Второй мировой и Корейской войн, он также обеспечивал транспортировку через Атлантический океан президента Франклина Делана Рузвельта, направляющегося на Тегеранскую конференцию союзников. Удивительно, но и сегодняшний первый инцидент отчасти связан с водой. Около 14 часов 57 минут 2 апреля 2021 года сотрудники полицейского департамента Лос-Анджелеса направляются к месту поступившего на номер 911 вызова о выстрелах в воздух. Патрульные, относящиеся к станции Рэмпорт, обнаруживают в парке Маккартор, подходящую под описание женщин. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... До этого стрелявшая по птицам 43-летняя местная жительница Мишель Рене Ларичиа в какой-то момент выбирает новую мишень, прицеливаясь в кружащий над парком вертолет полицейского департамента, но вскоре теряет к нему интерес и продолжает свою прогулку вдоль озера. Вопреки требованиям разоружиться, женщина направляет пистолет настоящих сотрудников полиции, лишь некоторые из которых находятся за укрытием. Реагируя на опасность, двое офицеров, Джеймс Мэттис и Бен Лопес, открывают огонь неслужебного оружия ранее Ларичиа. Еще один полицейский пробует применить малолетальную 40-мм установку, но она явно не оказывает какого-либо воздействия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова А.Семкин Корректор А.Кулакова А.Семкин Корректор А.Кулакова Произошедшее очевидно пугает женщину, и она бросает пистолет рядом со своими вещами. Но это весь результат, которого удается добиться офицерам. Нападавшая продолжает отступать от них по бетонированному берегу озера, затем вовсе заходя в не самую чистую воду. А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Там она остается на протяжении двух часов 35 минут, потратив часть этого времени на, мягко говоря, не самое дружелюбное общение с водоплавающими птицами у небольшого острова. Когда женщина возвращается на берег, офицерам удается арестовать ее. А.Кулакова На месте инцидента был изъят заряженный Смит Инвессон 10.06 калибра 10 мм, приобщенный к вещественным доказательствам. Мишелла Рича доставили в госпиталь, где она была прооперирована для минимизации последствий полученных огнестрельных ранений в туловище и правую руку. После трехдневного пребывания в стационаре женщину выписали, отправив под стражу по предъявленным ей четырем обвинениям в нападении с огнестрельным оружием на сотрудника полиции и одному в халатности при обращении с огнестрельным оружием. Общая сумма залога, назначенная ей судом, составила 600 тысяч долларов, а очередное слушание должно состояться 11 июня. При этом ожидается, что подсудимые могут быть приявлены дополнительные обвинения в жестоком обращении с животными. В отношении действий сотрудников полиции в данном инциденте были начаты соответствующие расследования. По их результатам, прокуратуре округа Лос-Анджелес предстоит определить степень правомерности применения смертельной силы офицерами департамента. А шефу ЛАПД – соответствие действий всех вовлеченных в инцидент сотрудников агентства его действующим нормам. Направляемся на южную оконечность штата Калифорния, а именно Сан-Диего. Экономика этого города тесно связана с расположенной здесь крупнейшей базой военно-морских сил США на Тихоокеанском побережье, занявшей территорию по соседству с уже упоминавшимся нами портом Сан-Диего, являющимся важным логистическим узлом международной торговли. Именно здесь поставлен на вечную стоянку первый в истории американского флота тяжелый авианосец USS Midway, прослуживший с 1945 по 1992 год и ставший прародительным для всех современных кораблей этого класса ВМС США. Ну а теперь он является одним из самых популярных военно-морских музеев на территории страны. Нэшвелл-Сити – один из пригородов Сан-Диего, размещающий на своей территории значительную часть военно-морской базы. Около восьми часов вечера 12 апреля 2021 года офицер департамента полиции этого города попытался остановить автомобиль, в салоне которого предположительно находился 36-летний Кристофер Темпло Маркес, подозреваемый как минимум в двух перестрелках, произошедших 16 марта и 5 апреля. В результате одного из преступлений получил ранение частный детектив. Однако водитель, 33-летняя Джанетта Риарте, пытается скрыться с места трафик-стопа в районе между 43-й улицей и 805-м федеральным шоссе. Начинается погоня, к которой присоединяются сотрудники департамента полиции Сан-Диего. 405 Park Boulevard, 405 Park Boulevard. Vehicle's coming to a stop. Alright, we've got two running. We're going to stay with him. He's got a hat and a hoodie on. Go fail. Coming up towards an embankment now. Spotlight. Coming to Bacon. Running westbound along the school. All right, looks like they're going to hunker down here on a bush. And it looks like he's hopping the fence now, coming up towards the racquetball courts. Looks like he does have something in his hand, possibly a rifle. Yep, rifle in his hand. Rifle in hand, hopping the fence to the racquetball courts. Hey, our contact team are re-right. We're going to come out. Running southwest through the school. Southwest through school. So it looks like he's on the west side of the football field, up by the concession stand or a bathroom. Yeah, I'm sorry, Sam. Hey, the priority is just going to be lock this school down for now. Just for us to keep an eye on him. And then do we have maybe some central units that can start locking the place down? We're going to the south-east corner now. We have a code that is an inspiration point on the northern side of the high school. Father, do you think you hear that? We're going to get it. 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 You're going to get it. фаза противостояния, в ходе которой прибывший к месту происшествия переговорщик пытается уговорить пару сдаться, а офицеры сват занимают тактические позиции. Впрочем, единственным результатом переговоров становится лишь обмен пистолета на бутылку с водой. Ближе к 7 утра после 11 часов осады контейнера между его обитательными происходит конфликт. Риарте принимает решение сдаться, но Маркас не позволяет сделать этого и начинает силой удерживать женщину возле себя. Я почувнил. Я почувнил. Я вижу шаги, я получаю шаги. Я не получаю шаги! Я не получаю шаги, я не получаю шаги. Я возьму шаги иcenter. Он подошел. Шаги. Сотрудники спецназа, наблюдавшие за происходящим из окна соседнего корпуса школы, оценивают происходящее как захват заложника. Через небольшой промежуток времени Маркес в приступе злости направляет остающуюся при нем винтовку на заложницу. В результате снайперы еще один боец спецподразделения производят по одному выстрелу, нейтрализуя угрозу. Одновременно с этим остальные сотрудники СВАТ, используя светошумовую гранату, приближаются к импровизированному укрытию и берут под стражу не оказывающую сопротивление Реарте. Ей были предъявлены обвинения в угоне автомобиля, использовании поддельного удостоверения личности, а также в оказании помощи разыскиваемому преступнику. Сам же Маркес скончался на месте происшествия от полученного огнестрельного ранения. Помимо обвинений в недавних перестрелках, он также имел насыщенную, почти 18-летнюю криминальную историю, включавшую в себя обвинения в покушении на убийство, нападении на офицера полиции, а также многочисленных кражах и преступлениях, связанных с наркотическими веществами. На месте инцидента следователи обнаружили и изъяли винтовку ИР-15 и пистолет Лук-17. Стоит отдельно обратить внимание на изъятую винтовку, нижняя часть ресивера которой была напечатана с помощью 3D-принтера. Дело в том, что в подавляющем большинстве штатов оружейные законы определяют эту деталь как основную часть оружия. В связи с этим покупка ее лицами, которым запрещено владение огнестрельным оружием, невозможна. Однако на большинство остальных деталей такое ограничение не распространяется. Далее отправляемся в Рок-Айленд, один из пяти городов, входящих в агломерацию на границе штатов Айова и Иллинойс. Он является административным центром одноименного округа в Иллинойсе. Всего в Рок-Айленде проживает порядка 37 тысяч человек, или примерно 10% от общей численности населения агломерации. 31 марта 2021 года полицейский департамент города получил распространяющийся в соцсетях видеоролик, на котором 25-летний местный житель Дэшоун Тейтум размахивал похожим на пистолет предметом, угрожая местным правоохранителям на фоне стоящего позади полицейского крузера. При этом мужчина разыскивался сразу по двум ордерам – федеральному по обвинению в незаконном владении оружием ранее осудимым лицом и окружному за причинение ущерба имуществу и бегства от полиции. Уже на следующий день, 1 апреля, сотрудникам департамента удается установить его местонахождение. Тейтум в компании еще нескольких человек находятся на территории кладбища Чепианок по адресу 2901 12 улица. Примерно в 18.15 туда прибудут офицеры Эндрю Лоллер и Закари Костас, обнаруживающие разыскиваемого. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Примерно в течение боя. Примерно в 되ائе. Униковаяssка! Пр Discover your taxi with you! Примерно в течение хочется проила, ваша иule ты! Примерно в течение боя! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Увидев полицейских, Тейтум пытается скрыться. Двигаясь на запад, он сначала избавляется от рюкзака, а чуть позже от пистолета. В этот момент к преследованию подключается офицер Джейкоб Уэдди, въезжающий на маркированном крузере на территорию АЗС Камоншопс, 31-й улицы. Завернув за угол заправочной станции, Тейтум подбегает к белому Грайслеру 300, стоящему перед магазином, и, оттолкнув осматривавшую салон сотрудницу заведения, садится за руль. Здесь же оказываются Уэдди и подъезжающий на красном немаркированном пикапе офицер Пол Скалли. Спеша к водительской двери, они извлекают служебное оружие. В это время подбегающий к автомобилю сзади Лойлер направляется к передней пассажирской двери. В ходе завязавшейся борьбы Тейтум приводит седан движения, поточив за собой пытавшихся остановить его офицеров. При этом подозреваемый пытается завладеть пистолетом Уэдла, в результате чего происходит выстрел. Автомобиль врезается в стену магазина, и офицер роняет оружие. Опасаясь за безопасность друг друга и окружающих, Скалли и Лойлер также открывают огонь. Сотрудники полиции извлекают Тейтум из салона и начинают оказание первой помощи, проводя непрерывную сердечно-легочную реанимацию в течение 7 минут до прибытия парамедиков. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok При этом Глок оказался связан с по меньшей мере шестью преступлениями, совершенными в Рокайленде и соседних городах, начиная с конца декабря 2020-го. Как это часто бывает в последнее время, после инцидента прошли несколько акций протеста с требованием прозрачности расследования произошедшего. Пойдя на встречу общественности, уже в конце апреля окружная прокуратура опубликовала детальное заключение. На основании собранных и проанализированных свидетельств ведомство пришло к выводу, что все трое стрелявших офицеров действовали в рамках закона. Дима Торзок Дима Торзок Уже в 15.18 аналогичное преступление оказывается совершено в ресторане «Мексиканской кухни Эльранчо», располагающемся в квартале от места первого вызова. В 15.54 поступает звонок от очевидца, предполагающего, что вооруженный пистолетом мужчина попытался угнать автомобиль напротив Центра дошкольной подготовки Добби по адресу 14.040 Роллинг-Хиллс-Лейн. В 16.32 находящиеся в этом районе офицеры полицейского департамента Далласа обнаруживают мужчину, подходящего под полученное описание грабителя, на соседней с дошкольным центром Эсперанса Роуд. Неизвестный извлекает из-за пояса пистолет, направляя его на сотрудников полиции, которые, в свою очередь, не применяют служебное оружие по причине находящихся за спиной подозреваемого людей. В 16.54 неизвестный скрывается на территории апартмент-комплекса в 130-м квартале Эсперанса Роуд. История получает продолжение спустя четверть часа, когда в 17.09 на экстренный номер поступает очередной звонок о вооруженном ограблении с идентичным сценарием. На этот раз из аптеки CVS, расположенной по адресу 13033 Кайт Роуд. Отреагировавшие на вызов сотрудники ДПД вскоре обнаруживают подходящего под описание мужчину, недалеко от 635-го интерстейта. Увидев полицейских, подозреваемый вновь пробует скрыться, но его передвижение отслеживает находящийся в этом районе вертолет департамента. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok